Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в гостях Александр Андреевич Полюков. Александр Андреевич у нас кандидат в депутаты по Калмыцкому одномандатному округу номер 17, это городоковский район. Александр Андреевич Полюков у нас 1998 года рождения, в настоящее время является генеральным директором ООО Рекламно-информационного агентства «Правда». Шестерец служил по призыву и по контракту вооруженных силой Российской Федерации, в настоящее время место жительства в городе Дверков, член Коммунистической партии Российской Федерации и является кандидатом в депутаты Народный хурал. Итак, дорогие друзья, в гостях у нас Александр Поляков. Здравствуйте, дорогие земляки! Александр, у нас еще раз повторюсь, кандидат депутата Народного хурала по Калмыцкому одномандатному округу номер 17, это у нас городе Яковск, по-моему весь городе Яковский район, не делили, да, Саша? Нет, там часть Дружненского СМО передали в 16-й одномандатный избирательный округ, поэтому наоборот еще забрали. А, то есть, ну, район остался в границах, но я думаю, что это наоборот, не поделили районы, никакие все, ну, большая часть района осталась. Да, большая часть осталась, да, в пределах. Я считаю, что это хорошо. Ты зарегистрированный кандидат депутата, и у тебя уже есть удостоверение, нам, как оппозиционным кандидатам, ну, всегда была опасность того, что могут не зарегистрировать. Ты сейчас зарегистрированный кандидат, как себя чувствуешь в этот статус? Ну, регистрация проходила, конечно, тоже непросто, все, ну, знаете, как маленькая победа. Документы собрали, этап прошли, все, уже чувствуешь себя так, уверенно. Переживал? Ну, конечно, мы же все люди. Хочешь быть депутатом? Ну, я думаю, вопрос не то, что хочешь, надо. Надо быть депутатом, иначе другого выхода, я думаю, нет. Если оппозиционных депутатов будет в народном хурале, там, ничего меньше, или вообще не будет, ну, я думаю, это будет чревато для республики. Ты уже оппозиционер. Ну, конечно. Считаешь себя оппозиционером? Ну, как вообще к этому слову относится оппозиция? Многие мои товарищи, они говорят, мы не оппозиционеры, так нас просто называют, там, в кавычках. А так просто у нас есть своя позиция, и мы, как бы ее транслируем. Ну, а оппозиционная оппозиция, это любая позиция, противоположная партии власти, да. Поэтому тут, как бы, любые альтернативы, которые предлагают, все, все в оппозиции. Как ты думаешь, оппозиция вообще, по сути, должна быть в любой праве, в любой республике, стране, или нет? Конечно, конечно, должна быть. Нравится, не нравится, там, системная оппозиция, или как там называют, там, не системная оппозиция, можно как угодно, там, относиться, не знаю, к коммунистам, но я пока считаю, что это единственная оппозиционная партия. У нас во всех, от села до администрации президента, есть замы по внутренней политике, которые кандидатов согласовывают, так, от вас вот этот пойдет, вот этот пойдет, там, все. А тут, как бы, прошел честный съезд, прошел конференция, точнее, честные делегаты выбрали, товарищи доверили, надо представлять. Ты с 1998 года рождения, очень молод, очень молод для политики, и в связи с чем, в таком молодом возрасте, ты ведешь свой YouTube-канал, записываешь острые передачи, где затягиваешь болезни, болевые точки, да, в своем районе, но не только районе, не касаясь, по-моему, всей республики, да и всей страны. Почему? Для чего это делаешь? Откуда эта ответственность или беспокойство? Ну, это началось еще рано, вот, в 2011 году, я вот, я уже говорил, связал жизнь с Компартией. В 2011 году? В 2011 году, да, пришел в Комсомол. Раньше, чем я. Да, в Комсомол, потом в партийную организацию, вот, как бы, партия помогал-помогал, вот, теперь мы же доверили представлять округ. Раньше, в советское время, в учебнике такие строчки были, что жизнь дается человеку один раз, прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потом же надо будет внукам в глаза смотреть, буду говорить, там, папа, ты там голосовал, чтобы республику там куда-нибудь передали, я скажу, нет, я отстаивал. Не будет стыдно, да. То есть, это... Да, ну, позиция такая, позиция, я не знаю, сказать, что семьей меня там воспитали, аппозиционеры, нет. Это называется ответственность. Наверное, да. Вот у меня, когда я записывал свое интервью, когда начинал Максим Цыгенов, он, я точно, прям, четко помню эти слова, он сказал, у меня растет сын, и он вырастет, а мы оставим ему, он мне скажет, папа, что ты сделал, и он говорит, что это для меня будет, ну, болезненно. Ну, да. Ну, хотя бы я что-то попытаюсь сделать, такой был посыл. Как настроение в городовиковском районе в предвыборное время? Ну, я думаю, настроение не только в городовиковском районе, а по всей Калмыкии. Большинство же людей, проблема в том, что не хотят идти на выборы, уже не верят никому там, ни красным, ни белым, вот, никаким. Задача... Не синим? Не синим, да. Или голубым, точнее. Я задачу поставил, значит, такую невыполнимую, зайти в каждый двор. Прям в каждую калитку, хозяева, здравствуйте, здравствуйте всем. Понятно, к этому надо стремиться, всем руки пожать, всем глаза посмотреть, понять, чего хочет избериться. Ты уже этим занимаешься? Сколько дворов прошло? Это действенно. Я уже прошел пока я мало, одну треть города, вот. Ну, а еще есть поселки там и так далее сейчас. Хорошо, есть небольшая, но все же команда, которая помогает. Пока мы тут записываем, они вот где-то... У вас есть хорошая команда, там Людмила Ивановна, она... Да, Людмила Ивановна, это... Я думаю, эта поддержка... Да, это очень новостой. Она молодец, она и в плане таком, что где-то посоветоваться, и в плане организационном она просто молодец. Что Александр Поляков будет делать, если станет депутатом? То есть с какими целями для себя поставленными? Я понимаю, там партийная есть у вас направленность, но лично ты, как Саша Поляков, кандидат по одномандартному округу, чем будешь заниматься, на что будешь обращать внимание, какие вопросы ставить? Ну, я уже говорил, что в народном курале оппозиция должна быть. И чем больше, тем вообще, как бы, задача невозможная взять большинство, но оппозиционные люди должны быть, как минимум, для того, чтобы острые вопросы задавать. Ведь если так разобраться, депутат это не полублоком, там заводов, пароходов, яхт не настроит. Вот, его голос, трибуна, это его оружие. Он должен выйти и сказать. Почему-то, не знаю, на 330-м километре, там, автодороги Элиста-Ставрова, уже два года что-то там катают, строят, возят, там, как был тот кусок разобранный, так и есть. Вот. Ты имеешь в виду сторону приютного? В сторону приютного. Как выезжаешь с Луцки? Ну, посмотрим, доживем. Да, октября как раз после выборов. Вот. И вот, например, в том же городе Городовиковске есть больница, центральная районная, поликлинику строят. Срок сдачи декабря этого года. Пока только фундамент. Еще даже не залили, там, выкопали, начинает лить. Ну, посмотрим, может быть, у нас, как китайцы строят, там, семимильными шагами. Посмотрим. Ну, кто-то эти вопросы должен задавать. То есть, а когда вот просто так вот все происходит, и все одобряем, там, ну, да, плохо вот тут, ну, руки будем поднимать так, как нам вот на бумажке тут написали. Ну, это же, я уже говорил, а как потом глаза смотреть? Вот. Поэтому, хотя бы для этого. Хотя бы для этого. Бороться надо. Ну, задача минимум, да? Задача минимум, да. Задача минимум. А вот смотришь в сессии народного хурала? Еще раз. В сессии народного хурала смотришь? Смотрю, но, честно сказать, не все. Я такие вот моменты, которые спорные, такие, я захожу, смотрю. Какие бы болевые точки, кроме больницы, да, в Городовиковском районе ты бы обозначил? Я знаю, ты уже там записываешься, ты этим занимаешься, я знаю. Да, то, скорее, проще обозначить то, чего там не коснулось проблема. Но дело в том, что люди, вот буквально недавно, там, мы на рынок выходили, то есть, опять же, с кем-то там общаешься, какие-то наказы там элементарные собираешь. Пока вот болезненные такие, понятно, да, больница там, в том числе и сельская больница, там, ФАП там сельский закрыли, там, вместо него, там, модульную такую амбулаторию там собрали на горе, по которой бабушки даже там зайти не могут. Ну, тоже вот целое такое дело. Люди сейчас вот в массе своей, им не нужно там, не знаю, что там, порт в Лагане где-то там строится, где-то там еще что-то. Они приходят и говорят, да мне там вообще фе, у меня вот тут дорожки нету, помоги. Вот. Вот, понятно, что хочется депутат Хурала, он такой последний между, опять же, властью местной и правительством республики, но нужно будет донести, то есть, заниматься не тем, что там, я не знаю, траву косить вокруг дворов, какие-то такие серьезные проблемы затрагивать, ну, вот, в частности, системно. Вот, сейчас вот с мусором там битв просто, не знаю, эти несанкционированные свалки, эти там вот, то есть, сейчас же у нас мусор... У вас в районе? Да, у нас же там. А есть же единый поставщик, вот, ну, как бы этим занимается. Ну, единый поставщик есть, я вот буквально там второй микрорайон, там, у города Городовиковска стоят там две мусорки, ну, мусора только в этих мусорках нет, а так вокруг там, я не знаю, просто вот эти вот горы, как он занимается, чем он занимается, ну, вопросы такие колоссальные. То есть, эти вопросы надо поднимать, эти вопросы надо обозначать, когда этому региональному оператору там будет, министра, там, природы и окружающей среды, ему фотографии показать, постойте, слайды у вас, конечно, красивые, что у нас там мусора нет в республике, ну, вот, посмотрите, что мы, бураки, что ли все. Поэтому, я думаю, в статусе депутата меня как минимум не повяжут, с иностранным агентом не признают, может быть, поэтому для этого статус, как видимо, мы нужен. Вот. Вот, еще какие, какие проблемы, понятно, сейчас у всех проблема такая наболевшая, это вода, вот, у нас 7,5 кажется, кажется, процентов чистой воды, остальная вся вода техническая, вот, у нас предприятие водоканал городовиковский, он стабильно банкрот, он всегда тоже вон, да, он, вот, причем, он там, на постоянное, стабильно, то есть, он, да, он раз, банкротится и дальше. В стадии банкротства он уработает. Да. То есть, у нас в ВДС сейчас такая проблема, по-моему, арбитражный управляющий уже и водоканал обанкротится. Ну, вот, да, вот, тут, я же говорю, лесхоз опять тоже там хотят его обанкротить, вот, то есть, вопросов много, кто-то этим должен заниматься. Сейчас в народном хурале от городовиковского района нету никого, да, нету никого, был, забыл фамилию, был у вас, но его поменял, ну, который, да, за Бакину прокрасывал, за что прокрасывал, за Бакину, согласен, когда ее хотели снимать, ее потом убрали, вот, прошу прощения, неудобно сейчас, честно, но человек, для меня в виде поступок был очень достойный. Я вот вижу твой флайер, уже предвыборный, ты пишешь о том, что поставить точку проблемы в местах здравоохранения, отменить пресловутую мусорную реформу, возродить выборность главы села, разобраться в убийстве муниципалитета, отстаивать интересы человека, труда народных хозяйств колхоза, поднимать вопросы городовского района на республиканском уровне. Ну, вот, ты сказал поднимать вопросы, давай поговорим о выборности главы местного самоправления. Ну, вот, уж никак, как элистинцам не знать, да, что главу надо выбирать, вот, как недавно, да, ну, как недавно, относительно недавно был случай, да, протестовали против назначения глав, сейчас же эта ситуация касается, я думаю, вот, взять рядом Братский, Ставропольский край, да, там уже нету сельских поселений, вот, сначала это был как пилотный проект, нету сельских поселений, есть просто округ, вот, все, в этом округе бюджет, все, а села это просто территориальный отдел администрации, там, такого-то района. Вот, не будет, например, села Виноградно, а будет территориальный отдел, там, в Виноградном, да, городовиковского района. Это нельзя допускать, пока это не коснулось, это не коснулось, но эта тенденция идет по всей стране, по всей стране, и зачем человеку ехать за справкой о составе семьи куда-нибудь в городовиковск, когда он раньше все время ходил в сельский совет, там, и так далее. Поэтому, вообще, бюджеты надо, все, в том числе, доходную часть увеличивать, над этим думать надо сейчас, вот, посмотреть на села, периферии, но они заросшие бурьяном, я не знаю, там. Ну, у них нет, кроме налоговых доходов, у них нет доходов. Так и ту, они налоговые, там, маленькие, там, малое имущество. Да, меньше одной трети, они налог получают, бюджет, все остальное идет. Аренда вся уходит в район, все, больше нет, они живут на налоговых и на арендах в платежах, все, ну, аренда уходит в район, то есть, в СМО ничего нет, и при этом их грузить сейчас, строят новые ФАПы, новые дома культуры, да, все, собака отлавливает СМО, я не знаю, похороны СМО, все, СМО, а деньги там, мы их зарплаты будем получать. Ну, как ты думаешь, как надо защитить органы местного управления? Я думаю, как минимум, налоговую базу надо пересмотреть. Раньше же, видите, в чем плюс республики была какая-то автономность, то есть, можно было, опять же, народных Урал парламент имеет право законодательной инициативе в Думе, в государственной, вот, я не думаю, что... Да, 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 я не думаю, что, значит, если 100% будет от небезызвестной партии кандидатов, то есть, депутатов, и они там будут говорить, как это у нас там, значит, вот там, у села налоги отнимают, я думаю, все будет, опять же, с молчаливого согласия. У нас же в чем беда? Значит, от села, от депутата сельского до, ну, президент беспартийный, до администрации президента, мэры, пэры, все вот эти, вот, все Единая Россия, все, как бы, там, вот, как, как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает, вот, все, как указка была, вот, вот так вот в других регионах, все, ага, все вот так, а то, что калмыкии это не подходит, что у них вот еще издревле, что самобытность своя, что люди вообще не, грубо говоря, вообще не живут, и они сами тут решат, кто у него будет глава, вот, они сами тут решат, тут нужна дорожка, или вот тут нужны качели для диска, а не там, что кто-то будет сидеть в элисте и говорить там, где-нибудь, не знаю, там, в Яшкуле, что у вас же там, да, дорожки нету, на улице, где никто не живет. Сверху и дни. Да, а жира большой, но видней. Понятно. Давай поговорим о твоих конкурентах, вот я специально распечатал, уже давно подготовился, вас 6 человек, Аздоров Александр Иванович, на 76-го года рождения, партия Единая Россия, Базюк Наталья Алексеевна, на 79-го года рождения, партия Новые Люди, Еремина Вера Васильевна, на 64-го года, ЛДПР, Манжик Оладмила Васильевна, на 73-е года, справедливая Россия за правду, Прокопенко Ольга Дмитриевна, на 85-го года рождения, РО по республике РПСС, и Поляков Александр Андреевич, 98-го года рождения, ты самый молодой, как бы ты охраняешь этих людей? Я знаю только одного, ну вообще я знаю, что вот кроме Аздорова Александра Ивановича, все остальные не местные, кто-то солисты, кто-то с Ешалты, соседи. А, то есть не местные. То есть, да, один вот, скажем так, оппонент Александр Иванович Аздоров, который идет от партии Единая Россия, он местный, да. Я считаю, что это самый основной конкурент. Это, да, это самый основной. Остальных я даже в лицо не знаю, то есть, если бы я их на улице встретил, может быть, даже буклет бы свой дал. Понятно. Вот ходишь ты по дворам, непосредственно с населением общаешься, треть города прошел, какие настроения у людей, о чем говорят в основном, на какие там акценты больше ставят, на какие проблемы. Ну, как я уже говорил, в массе свои люди не хотят идти, не верят никому, ничему, да что изменится, да вот что там, зачем ходить, из года в год ходим, толка нет. Вот, убеждаешь, что не придешь, бюллетень тот пустой останется, потом, не дай бог, не дай бог, там, в теории его могут бросить за какую-нибудь другую партию, поэтому как бы так, вот, ну, в принципе, я говорю, к вам хоть один кандидат пришел, нет, не, а я пришел, поддержите пока мало, давай там, заводов, пароходов не обещаю, но то, что в торгах, как люди относятся на все, когда ты приходишь, не бьют палки, не выгоняют. Не, 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 не бьют, ну, не бьют, но тут же видите, как, может быть, это звучит грубо, но вот депутат такой, не имеющий больших полномочий там каких-то, он должен быть как пастырь, что ли, словом, то есть с каждым, с каждым побеседовал, я же говорю, каждому руку пожал, там, вот, я думаю, вот это самодействие, на самом деле, сейчас люди уже не верят, вот, пустым там, не знаю, построим там завод, свечевая у вас в районе всего, построим завод, то есть пытаешься как-то То есть люди уже не верят, люди поняли, уже наобещали за три часа. Да, уже тут каких только, какие только соловьи песнями пели, тут уже, поэтому, ну, тяжелая работа, тяжелая, но выполнимая. Вот ты вот сказал, что люди не хотят идти на выборы, не верят. Мы с этим столкнулись в двадцать первом году, и, я думаю, такие настроения остались, у меня есть свое мнение по этому поводу, я бы хотел поговорить на эту тему, поразмышлять с тобой, да, почему люди не хотят идти на выборы, почему люди не понимают, что выборы – это важно, то есть люди не участвуют в политической жизни. Один день идти на выборы, почему, вот ты, как кандидат в депутаты, твое мнение, это важно. Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что сам интерес от выборов отбило, как не парадоксально, власть, то есть, что выборы – это вообще бесполезно, не стоит там время на это тратить, да. Обычно же, скажем так, строй государственный меняется двумя путями – бюллетенем и вилами. Вот, значит, первый вариант – люди уже так вот колеблются, стоит ли, не стоит. Дело в том, что, видите, человек, скажем так, обеспокоен своими заботами, у всех кредиты какие-то, у всех работа какая-то, вот, и, как тут уже подметили, за 30 лет ничего не меняется, все приходят, все какие-то обещания дают, вот, все что-то обещают, как ВОЗ и ныне там, и человек уже думает, да зачем мне вот идти, ничего там не изменится, ничего там, потовая явка низкая в некоторых, вот, например, я помогал товарищам, я жду в соседнем районе, 20% явка всего была, ну, это вообще. В Европе, например, был, вот, в некоторых странах, там, не проголосовал, не имеешь права в течение там нескольких лет в какие-то органы там власти обращаться, вот. У нас такой культуры еще нет, у нас… Ты видел, в Турции на последних выборах не проголосовал штраф. Вот, пожалуйста. Там уже это, право голосовать – это не право, а обязан. У нас же из выборов, вот дело в чем, выборы – это единственная Ахиллесова пята этой власти, то есть, вот, по-разному там, как бы, все, что хочешь, делай, но во власть не ходи, распределение ресурсов тебя не касается. К выборам пришел, как только не изувечили этот закон об основных гарантиях избирательных прав. Убрали нижний порог явки, один человек пришел, выборы засчитались, проголосовал там за небезызвестных, все. Убрали графу против всех. То есть… Убрали, если у нас ПСГ. О, да, да, убрали членов комиссии, да, с правоносовещательного голоса. И, то есть, ты, как бы, вроде бы и выбором. Сделали трехдневное голосование. Трехдневное голосование. Дистанционное, выездные ящики, все, что угодно. И говорят, ну, смотрите ж, в Америке-то что-то положительное мы не берем… Я здесь поспорю. Согласен? Вас делают так. Ну, народ-то молчит, народ жует. Народ жует. Что делать? Видите, у нас в чем недоработка. Я думаю, все-таки мы не до каждого, скажем так… Телевизор пока побеждает. У нас контрпропаганды нету. С людьми не работают, что вот так надо взять и прийти. Вот они раз утром вышли, там листовочку взяли с ящика. Что за листовочка? Какая? Что? Кто идет? Ну, у нее еще семь стопок таких вот листовочек. Вот. Я уже говорил, задача у меня вот максимум – зайти в каждый вор и объяснить, что если ты не придешь на выборы, если ты не… Да бог с ним, не со мной, там, не хочешь… Да просто прийди. Приди, перечеркни. Просто прийди. Рисуй там что-нибудь в этом бюллетене, но его опусти. Вот тогда еще, как бы, шанс будет. Я не думаю, что… Какой бы хороший ни был там Александр Иванович Оздоров человек, но он идет от определенной партии власти. Вот. Поэтому я не думаю, что если любой другой там как-то выиграет, я думаю, это будет даже в плюс. Вот. Ну, если будет честно. Если будет честно. Если будет честно. Проблем нет у меня никаких. Да, да, да. Руку пожал. Рядом стал помогать. Конечно, конечно. Берем Бога. Вот. А когда рисует там, не знаю, астрономически, 90 там процентов, 85, ну что, а все плюются, ходят, плакаты срывают, там еще что-то. Ну, это ж показатели. Показатели. Ну, я думаю, что каждый народ заслуживает своего правителя. Ну, в данном случае каждый народ заслуживает своих депутатов. И чем больше будем мы, чем больше будем молчать, ничего не говорить, не ходить на выборы. Здесь есть шанс пройти проголосовать. Я всегда в своих выступлениях в 21 году говорил, представьте, что все выйдут и проголосуют. Что будет? Да. Если все пришли бы проголосовать, что было бы? Как ты думаешь? Я думаю, как минимум, власть бы за свои слова отвечала. Она бы поняла, что если сегодня я не сделаю, завтра меня просто не выберут и все. И как бы что-то бы там. А сейчас они уверены, видите, инструмент. Сейчас вот он проснется, глава республики, 11 сентября. Так, ну-ка по процентам. Если он увидит, что в Городовиковском районе явка 20% из них больше половины там за любого, но не единороссу, ну, наверное, голову почишет, скажет, ну что-то ж там не так, надо выехать. А так, если он ни разу даже к нам как бы не заезжал. Видите ли, вот сейчас до выборов к нам не приезжал ни один там, ни депутат, ни один там, ни глава, ни еще кто-то. А сейчас вот как начали ездить, все вот поясняют, что это обычная рабочая встреча, все. Я думаю, так же и тут, если все бы пришли, все бы проголосовали, я думаю, они бы в тонусе там держались бы. Как оцениваешь деятельность местных властей Городовиковских главу района и его администрации? Ну, вы знаете, честно сказать, думаю, в целом… Полемолодой, да? Более положительно, наверное. Да, он такой полемолодой. Более положительно. Дело в чем, я уже говорил, что я там вот рядом с Городовиковском жил всю свою сознательную жизнь. Я помню Городовиковск пять лет назад, я помню сейчас, вижу сейчас. Есть большая разница, я общался, есть с главой города, есть с главой района, у них есть запал глаза, у них есть бюджет с профицитом. Глава города – это Артем, да? Артем, да, Александрович Акунов. Я вижу, что это искренне такие желающие своему району позитивы люди. Поэтому я в этом плане, чем смогу, я буду поддерживать. Опять же, если там, дай бог, выиграют или еще что-то, да даже если там еще какой-то исход будет, я думаю, помогать будем. Отлично, очень конструктивно. Ну а смысл? Представители другой партии, если есть заслуги, ты их хвалишь, а не на вентилятор. Нет, дело в чем, у нас вот у некоторых товарищей есть такой вот минус, что все, все негодяи, а почему негодяи? Все плохо. Да, все плохо, вот сейчас взяли, выиграли тендер, значит, рынок будут строить в Калмыцком городе Городовиковском. Ну что, плохо, что ли? Рядом идут машины проезжают, остановились, все красиво, что-то там, вот такой парк какой-то раз, с детишками сфотографировались, мороженое, какая-то экономика пошла. Элементарно, что-то там, пирожок купили, деньги остаются в районе. Почему нет? Что в этом плохого? А когда вот там, вот вы правы, все плохо, все, всех разогнать, понятно, он от партии власти. Понятно, быть может, я допускаю ему какие-то установки там спускаются, что надо так, надо вот это, ну как бы для того и окунь и щука в реке, чтоб карась не дремал. Поэтому где-то поправим, если будет ошибаться. Отлично. Вот как именно мой проект, то что мы вот приглашаем всех, все приходят, на этом стуле сидят и единородцы, и новые люди, и коммунисты. Но вы знаете, я бы с удовольствием, понятно, стул в стул, то есть уже единороссом на Сижева, да? Вот, понятно, было бы, вот как в моем плане, было бы интереснее их друг напротив друга видеть. А вот мы хотим дебаты провести, вот как ты. Я вот только поддерживаю, например, кто у меня там, Аздоров, да? Александр Иванович. Александр Иванович, я бы с удовольствием вас... С удовольствием? Да, да. С удовольствием бы у вас видел, вот, на противоположной стороне мы бы с вами подискутировали, поговорили, как сделать республику лучше, вот. И, опять же, для людей это вот, споре рождается истина, как, да, древние говорили. Так и тут вот, люди увидят, ага, этот вот. Вот. Мы очень адекватные, очень смелые. Чтобы ты, вот в заключении, сказал своим избирателям, нашим подписчикам, пожелал, там, вот так. Вы знаете, я вот раз иду от Компартии, когда-то, сто лет назад белогвардейцы тоже наступали на Калмыкию, и Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным выпустил воззвание, да, которое заканчивалось, что братья Калмыкии, судьба вашего народа в ваших руках. Никто, кроме вас, ни президент, ни, там, ни бог, ни царь, ни герой не сделает вашу жизнь лучше. Вот. Если хотя бы каждый дома сядет, подумает очень хорошо, понятно, тот хороший парень, тот все, ну, надо же взвешивать, как что, вот, и примет для себя решение, вот, правильное, придет и проголосует, это будет самое, поэтому я призываю всех прийти. Если не нравится вам поляков, да перечеркните бюллетень, но опустите его. Приглашаю всех на выборы, всех, вот, принять участие, поддержать, поэтому... Саш, спасибо тебе, есть ли еще что-то сказать? Нет, только поблагодарить. Спасибо. Спасибо, Саш, тебе, что ты пришел, и очень приятно, что в записи напрямую приглашаю своего основного оппонента на дебат. Я думаю, мы свяжемся с твоим оппонентом, поговорим, пригласим. Ты готов? Конечно, готов. Спасибо. Я думаю, что встанешь ты, где и куда там не станешь, я думаю, будет частым гостем у нас, и мы будем записываться. Спасибо. Удачи тебе на выбор. Спасибо, спасибо.